Доброе утро! Не забывайте, новый день, новые возможности, поэтому мы вам желаем бодрости с самого утра. Вообще не рабочие будни, не повод для безделья. Многие ищут для себя новое дело и пытаются организовать бизнес в условиях самоизоляции. Некоторые начали осваивать, если можно так сказать, сити-фермерство. Овощи, зелень, декоративные культуры. Такие предприниматели выращивают в квартирах, загородных домах и на дачах. Реализуют продукцию через соцсети и на ярмарках. Подробности обсудим. Стоит только забить поисковике словосочетание «Огород на подоконнике» и, пожалуйста, почти курсы для начинающих овощеводов. Для огорода, который бы круглый год приносил урожай, нужно, во-первых, специальные лампы, такие, чтобы могли обмануть помидоры и зелень, создать атмосферу солнечного лета посреди слякотной осени или студеной зимы. Еще нужны приспособления для поддержки определенной влажности и много чего другого. Ну, одни создают огороды в подвале, другие используют для этих целей кладовые. И есть примеры, когда местные кулибины сами монтируют систему освещения, да так, что тратят на нее смешные по нынешним меркам суммы. Множество экспериментальных культур соседствуют друг с другом в этих царствах зелени с почти тропическим климатом. Однако общее у них одно создаются не для заработка как такового, а ради прибыли в виде свежих овощей на стол семьи круглый год. Однако многие на таких увлечениях рано или поздно начинают зарабатывать. Сначала предлагают овощи в подарок друзьям и знакомым, потом постепенно обрастают кругом постоянных клиентов, заказы становятся регулярными, и вот новый бизнес зачастую наряду с постоянной работой или другими предпринимательским делом. Готов? Впрочем, сразу понятно, что путь этот непростой. Подробнее на эту тему мы поговорим с нашей гостьей в студии Надежда Выходцева, дачный эксперт. Доброе утро. Доброе утро. Надежда, доброе утро. Какие у нас культуры вообще можно выращивать в домашних условиях? Ну, если вспомнить вообще основы, а это история сети огорода довольно старая, это еще и было и в Древнем Риме, когда там как раз стекло изобрели и стали делать что-то наподобие теплицы, и в Средневековье одного товарища инквизиция, в общем, линчевала, потому что тот тоже устроил оранжерею при встрече одного там короля. В общем, поэтому он стал выращивать именно тропические растения, там был такой сад, в декабре Кёльн там засыпалась со страшной силой. Вот, и как раз его обвинили в колдовстве, поэтому выращивать можно все, что угодно. Оранжереи, которые произошли от слова апельсины, да, оранж, и, собственно говоря, до мелкой зелени, микрозелень, которая сейчас популярна для того, чтобы не хватает витаминов, не хватает витаминов солнца, поэтому до мелочи, которые вот буквально каждому под силу. Вот как это все обустроить? Вот площади, какие площади нужно отвести под вот это вот все? Это один квадратный метр, может быть, это подоконник или нужно какое-то более серьезное пространство? Все зависит от размахов вашего желания. Если, конечно, вы хотите апельсин, то тут под него необходимо придумать кашпой и представить, что диаметр этого растения достаточно обширный. Вам как минимум можно его выставить, если у вас частный дом, на патио какой-то там, внутренний дворик, коттеджа, либо это будет у вас в доме, обычной двухкомнатной какой-нибудь квартире, но вы представьте, что диаметр вы просто должны отвести. А если ваши запросы не столь велики, и вы, например, как я, ходите в магазин и покупаете зелень в горшочках, то я все натолкала буквально в один горшок, у меня в горшке растет одновременно рядом с плитой горшок такой кухонный, лук, базилик, петрушка, мята. И еще есть местечко для одного маленького горшочка, я прямо вот в этом зелень. Это то есть в одном горшке, то есть есть культуры, которые спокойно уживаются вот... А у них другого выхода нет, ну, посмотрев... То есть их заставить. Их поливать только необходимо почаще, потому что там очень много растений, которые требуют влагу. Если мы говорим о температурном режиме, как это обеспечить, потому что меня тоже спрашивают, как я могу сделать быстренько огородик, у меня такие-то условия. Но чаще всего спрашивают почему-то люди, у которых окна расположены на северной стороне. И тут-то как раз придется обманывать. И это лампы делать, да, которые создают условия дневного света. Это розовое вот это. Да, это изобретение российских ученых, в общем, потом это распространилось. Вот именно эти лампы необходимо будет создавать. И я думаю, что сейчас город все чаще и чаще, да, вот зимой светился фиолетово. Вы не замечали, да? Да, 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 окна. Вот, и температурный режим, если мы создаем, то мы должны понимать, что подоконник даже самого теплого окна, там того же, пластикового, там супер-пупер, он все равно немножко охлаждается. И чаще всего у нас пластиковые горшки. Соответственно, нам необходимо, если мы это держим на подоконнике, сделать прослойку, например, пенопластовую, под дно непосредственно самого горшка, и который соприкасается с холодной частью. Что касается, где выращивать. Можно утеплить непосредственно тот же балкон. И там даже, если вы его не отапливаете, а просто обогреваете, как я это делаю, за счет квартиры, просто дверь открыта, то там даже в самый лютый мороз, ну, будет плюс 14, плюс 15, холодостойкие такие культуры, как, например, розмарин, это выдержит. И у вас всегда свежий розмарин. Но стоит учитывать, если вдруг эта история наша с пандемией затянется, что необходимо понимать, что есть такая штука, как декабрь. И это самое уязвимое время года для растений. Тут необходимо как раз будет и обогревать, если у вас зелень какая-то, ну, она просто очень чувствительна к перепадам температур, и как раз доосвещать. Потому что у растений в период декабря как раз падает иммунитет, нападают всякие, откуда не весь, нападают просто какие-то эти мошки, и все, и становится грустно, растения мы теряем. Поэтому вот тут стоит подготовиться. А сейчас, если у вас южные окна, вам придется притенять летом, ну, то есть это просто жалюзи опустили, либо даже если в таких спартанских условиях, то поставить листок бумаги, и у вас как раз притенение. Либо, ну, в северной части вас спасет лампа. А чем подкармливать? Это вообще замечательная штука. Есть ленивые такие удобрения, которые уже в виде таблеток засуну в горшки. Горшок по размеру горшка рассчитывается. И поливаешь два месяца, и забыл вообще просто обо всем. Если вам нужно, конечно, устраивать там себе какую-то вот заботу, то у вас такой вид деятельности, активности, в конце концов я пошел, развел обычные комнатные удобрения, которые продаются везде и всюду, и вперед с песней. Можно каждую неделю как минимум подливать. Там только в случае, если каждую неделю необходимо уменьшить дозу в два раза. Если у вас и этого всего нет, то спитый чай в небольшом количестве тоже подойдет. Но только, пожалуйста, не перебарщивайте. Это тоже привлекает различных мошек. И весной-летом у вас может быть такой вид живности различный. Это не очень хорошо. Спасибо большое. Надежда, спасибо большое. В общем, дачный сезон только начинается, поэтому, я думаю, еще не раз увидимся. Буду рада. В общем, если хотите попробовать что-то новое для себя, дерзайте, не так страшно сити-фермерство, как про него рассказывают. Все гораздо проще, на самом деле, как мы могли в этом уже убедиться. У нас в гостях была Надежда Выходцева, дачный эксперт. Продолжение следует...